всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот очень красивую и очень простую в исполнении жилетку данную жилетку или без рукавку в мастер-классе я буду вязать на маленький размер то есть на где-то три месяца но в любом случае сейчас перед тем как приступать к вязанию мы с вами во-первых разберемся с принципом вязания и я вам расскажу принцип расчетов и вы самостоятельно сможете связать жилетку такого плана абсолютно на любой возраст и из любой пряжи сейчас в мастер-классе свою эту жилетку я буду вязать из пряжи alize baby best метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров по составу здесь у нас будет идти 90 процентов акрил 10 процентов бамбук пряжа идет очень мягкая и абсолютно не скрипит несмотря на то что в составе здесь в основном идет акрил очень рекомендую данную пряжу для вязания детских изделий расход пряжи на данную жилеточку это вот на возраст где-то три где-то шесть месяцев я сейчас подпишу вам на экране жилетку я связала и уже постирала сейчас перед тем как приступать к расчетам давайте сначала измерим размеры этой жилетки вот именно после уже стирки то есть длина общая от вот здесь плеча до низа равна ну вот смотрите где-то 34 сантиметра что касается длины этот размер вы уже можете регулировать самостоятельно исходя из того жилеточку хотите вы связать покороче или подлиннее сразу что касается длины скажу что я рекомендую взять к примеру какую-то детскую кофточку или какое-то детское изделие той длины которой вы хотели бы получить вот жилетку измерить по уже готовому изделию так это будет просто более правильно более просто и вы уже наглядно видите на готовом изделии устраивает вас эта длина или нет ну вот моем случае это длина равна 34 сантиметрам длина регланной линии равна ну вот смотрите если ровненько регланную линию я буду измерять 12 сантиметров ширина изделия вот здесь давайте я измерю под рукавами 26 26 с половиной сантиметров это ширина изделия давайте еще измерим ширину рукава ну вот здесь давайте в районе платочной вязки ну примерно где-то десять с половиной 11 сантиметров ширина рукава то есть вот я измеряю этот размер так размера я вам измерила теперь давайте перейдем непосредственно к расчетам и здесь смотрите я написала что жилетку свою я буду вязать на возраст где-то примерно три месяца но так как опять же полотно идет вязаная эластичная то конечно же данная жилеточка подойдет на вот возраст где-то 36 месяцев ну мы ориентируемся сейчас на возраст три месяца я всегда рекомендую если изделие мы вяжем на возраст к примеру три месяца то расчеты рекомендую делать на рост ребенка где-то вот соответствующие шести месяцам так что был какой-то как раз таки запас дополнительно у меня еще есть вот такая таблица где я когда-то вот нарисовала себе вот возраст ребенка от нуля до года и здесь у меня записаны рост окружность шеи длина регланной линии длина рукава это если мы вяжем к примеру кофточку кардиган и ширина изделия и здесь смотрите как я говорила я вижу на возраст три месяца расчеты соответственно делаю на возраст шестимесячного ребенка то есть 68 вот здесь я записала рост 68 спицами я буду вязать 325 дальше мы вяжем образец образец мы вяжем лицевой гладью образец мы вяжем из той же пряжи и тем же номером спиц дальше мы наш образец стираем и измеряем плотность вязания то есть ширину образца и считаем сколько получается петель вот в связанной ширине то есть в моем образце 10 сантиметров образец я получила 20 петель то есть получается я дальше беру количество петель 20 делю на ширину образца 10 сантиметров и получаю что в одном сантиметре у меня идут две петельки это плотность моего вязания далее первое что мы должны с вами рассчитать это сколько мы изначально должны набрать петель для этого мы должны знать окружность шеи ребенка ну посмотрите здесь вот если посмотреть разница идет всего лишь в пол сантиметра поэтому я хотела так чтобы горловинка была во первых более свободная во вторых я ее здесь набирала и провязывала не совсем обычным способом он у нас получается такой не сильно эластичный поэтому я взяла окружность шеи 24 то есть не на 6 а на 9 месяцев то есть здесь разница в пол сантиметра то есть вот окружность шеи 24 далее к окружности шеи 24 я прибавила еще 6 сантиметров на свободу облегания здесь опять же плюс минус несколько сантиметров большого значения иметь не будет я когда-то могу добавить 4 сантиметра когда-то 5 когда-то 6 ноут в данном случае как я сказала горловина здесь край у меня идет не эластичный поэтому я здесь добавила 6 сантиметров получила вот здесь ширину 30 сантиметров которая вот у меня должна по итогу получиться дальше мы берем наших 30 сантиметров ширина горловины умножаем на плотность вязания то есть вот две петли в одном сантиметре получаю 60 петель плюс я здесь добавила 6 петель и это на вторую планку так как видите одна планка у нас идет в нахлёст 2 планки ширина планки у меня будет равна и 1 и 2 вот 6 петлям поэтому вот количество петель для 2 планки я прибавила дополнительно получаю 66 петель плюс я просто две петли добавила здесь их не обязательно добавлять то есть будем считать как две петли кромочные пускай то есть и того на спице я набирала 68 петель то есть плюс-минус несколько петель большого значения иметь не будет вот я решила что я набираю 68 петель далее здесь по этой таблице я посмотрела что длина регланной линии на возраст вот 6 месяцев должна быть равна 12 сантиметрам здесь я это и записала длину регланной линии я буду вязать 12 сантиметров следующее что мы с вами еще при провязывании реглана должны учитывать это количество петель которое у нас получится в итоге после того как мы отделим наши рукава это также я рекомендую хотя бы примерно рассчитать в самом начале для этого мы с вами должны определиться с шириной изделия также это можно где-то вот посмотреть к примеру в таблице вот я данные значения записывала здесь исходя из готовых уже покупных кофточек то есть вот 25 28 сантиметров ширина изделия ну вот и так далее в моем случае я решила что ширина изделия должна быть равна где-то двадцати шести сантиметрам здесь скажу сразу что этот момент также здесь будет являться индивидуальным зависимости от того хотите чтобы жилетка была более свободна или более плотно облегала ребенка поэтому здесь уже этот момент на ваше усмотрение то есть исходя вот из данных значений 25 28 я решила что вот ширина у меня должна быть равна примерно 26 сантиметром с этим значением я рекомендую определиться вот сразу в начале дальше мы берем ширину которую мы хотим в итоге получить эту ширину мы умножаем на 2 так как это идет скажем так полу ширина 26 как бы перед и 26 сантиметров спинка получаю что общая ширина равна 52 сантиметрам теперь мы берем наших 52 сантиметра и умножаем вот на плотность вязание то есть умножаю на 2 и получаю вот сто четыре петли то есть смотрите в тот момент когда мы вывяжем длину регланной линии без учета рукавов то есть это получается передняя часть одной стороны передняя часть другой стороны и спинка после того как мы вывяжем реглан вот на спицах ориентировочно у меня должно быть примерно около ста четырех петей опять же здесь сразу скажу без учета вот этой второй планки которая идет в нахлёст второй планки то есть здесь этот момент вы уже также в процессе вывязывания реглана можете самостоятельно скорректировать то есть к примеру смотрите если при вывязывании реглана вот вы этот реглан уже практически вывязали но вы видите что петель вот вам недостаточно это если вы рассчитаете общее количество петель без учета рукавов то здесь во первых можно эту длину регланной линии провязать чуть больше то есть там плюс минус несколько сантиметров я думаю большого значения иметь не будет тем самым делая прибавки вы получите большее количество петель это первый момент второй момент можно провязать нужную эту ширину регланной линии тот момент когда мы объединяем тело в цельное полотно при провязывании ряда когда мы объединили уже наше вязание в цельное полотно мы будем вязать ряд с изнаночной стороны и в этом изнаночном ряду это вот когда мы вяжем первую вот эту платочную дорожку можно будет равномерно добрать недостающее количество петель ну это если в пределах скажем так 10 петель то точно можно равномерно добрать по изнаночной стороне в тот момент когда мы соединим нашу жилетку вот в цельное полотно отделив рукава все все остальные моменты по расчету реглана по распределению петель в процессе вязания я вам рассказываю и показываю так вот смотрится жилеточка со стороны спинки то есть также идут двери главных линий сверху лицевая гладь и вот внизу я вывязывала вот такой вот красивый ажурный интересный узор поэтому друзья надеюсь данная жилеточка вам нравится и вы сейчас удовольствием свяжите ее вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию сейчас мы с вами будем приступать набирать петли и смотрите мы с вами только что рассчитали что для вязания нашей жилетки на спицы мы должны набрать шестьдесят восемь петель сейчас это число мы в начале должны сначала разделить на пополам то есть делим на 2 получаем тридцать четыре то есть мы с вами сейчас при наборе петель должны набрать только половину петель от необходимого количества но обязательно мы должны набрать нечетное количество петель и округляем мы наше количество необходимое петель в большую сторону то есть плюс 1 равняется 35 то есть необходимо нам 68 петель то есть я сейчас набираю 35 петель вязать саму жилетку я буду спицами круговыми 325 набирать петли я буду на две спицы единственное я возьму самую тонкую чулочную спицу которая у меня есть диаметром два с половиной миллиметра две спицы я ровно складываю между собой и вот обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 35 петель на спицы я набрала 35 петель чулочную спицу я убрала и сейчас мы приступаем сразу к вязанию первого ряда мы внимательно должны сейчас провязать этот первый ряд первую кромочную петлю я снимаю и правую спицу под наборный край я завожу вот на обратную сторону захватываю рабочую нашу нить и вынимаю петельку то есть вот на спице правой у меня уже расположена 2 петли после чего я должна провязать одну петлю лицевую после каждой провязанной лицевой петли мы нашу спицу будем заводить под наборный край захватывать нить и вынимать а следующую петлю после того как мы вытащили следующую вот петлю под наборным краем далее провязываем одну петлю лицевую то есть вот наши первый ряд будет выглядеть следующим образом одна петля лицевая вставляю спицу под наборный край и вынимаю петельку опять мы провязываем сначала одну петлю лицевую под наборный край я вставляю спицу захватываю нить вынимаю петельку одна петля лицевая под наборный край вставляю спицу и вынимаю петельку одна петля лицевая и так мы сейчас вяжем этот первый ряд до конца теперь смотрите внимательно в конце ряда как мы провязываем последние петли то есть вот я вытянула под наборным краем петельку далее провязываю вот по порядку опять одну петлю лицевую и в конце ряда перед кромочной петлей мы сразу провяжем сейчас эту кромочную петлю изнаночной то есть вот в конце ряда 1 петля лицевая и кромочную провязываю изнаночной петлей и вот мы с вами провязали первый ряд и на спицах у нас сейчас расположена шестьдесят восемь петель то есть то количество которое нам и необходимо то есть сейчас вязание я разворачиваю на обратную сторону вот эта обратная сторона в моем случае сейчас будет являться лицевой стороной нашего вязания и здесь первую кромочную петельку я снимаю и сейчас мы с вами должны провязать все петли лицевые моем случае вот все петли я провязываю лицевыми за переднюю стенку каждый из этих петель передняя стенка является правой стенкой петли то есть за переднюю правую стенку все петли я провязываю лицевыми до конца ряда последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей то есть сейчас мы с вами будем вязать участок полотна платочной вязкой и вот сейчас начиная как раз таки вот с этого второго будем считать лицевого ряда мы будем провязывать все петли лицевые и вот в лицевом ряду я сейчас провязываю петли лицевые и в изнаночном ряду мы также должны будем провязать все петли лицевые то есть так мы сейчас должны провязать участок полотна до первого отверстия под пуговицу самостоятельно сейчас лицевыми петлями я провяжу необходимый участок далее подключусь и вместе с вами мы сформируем первое отверстие для пуговицы и так вот я провязала необходимую мне высоту воротника и эта часть в сантиметрах равна смотрите где-то примерно вот от края спицы до вот края зубчиков где-то два с половиной сантиметра то есть вот вязание я держу лицевой стороной вверх и вот от вот этих наших сформированных зубчиков у меня провязана 4 платочных дорожки сейчас мы с вами будем формировать первое отверстие для пуговицы и сразу начинать вывязывать реглан поэтому сейчас мы должны наши петли распределить и вот развесить маркеры свои маркеры я уже развесила а теперь давайте расскажу по какому принципу я распределяла эти петли значит смотрите на спицах всего у меня идет 68 петель на каждую регланную линию у нас их будет 4 то есть вот передняя часть с одной с другой стороны и по спинке двери главных линии и на каждую эту регланную линию вот я отдаю по 4 петельки теперь мы берем 4 петли 1 рекламная линия умножаем на 4 этих линии получаем вот 16 петель от общего количества петель у нас их 68 ну вот в моем случае я отнимаю количество петель которые мы отдаем на регланной линии минус 16 остается 52 петельки теперь 52 петельки минус 66 петель это идет одна планка так как одна планка у нас будет идти в нахлёст 2 планки и вот как раз таки нижняя планка которая идет в нахлёст 1 эту планку я здесь отнимаю минус 6 остается 46 петель и теперь оставшихся 46 петель я должна разделить на три части одна часть это будет идти часть спинки одна часть это будет идти вот этих два рукава и одна часть это вот здесь передняя часть нашей жилетки поэтому здесь у меня получается 15 , 3 если в целых числах это 15 15 и 16 петель целое четное число я сразу вот здесь в данном случае отдаю на спинку вот 16 петель я сразу здесь записала на спинку теперь мы эти вот наши два значения должны привести к скажем так целому четному числу поэтому здесь в данном случае одну петлю я отдам на вторую какую-то часть то есть или между рукавами или между передом поэтому здесь вот одну петлю я решила от передней части отдать на рукава то есть на рукавах у меня получается с учетом вот 1 плюс петельки 16 петель и этих 16 петель и я делю на 2 рукава и у меня получается 8 петель и 8 петель это на рукава соответственно по передней части у нас осталось 14 петель теперь мы берем 14 петель минус 6 петель это вторая планка одну планку мы отняли здесь мы сейчас отнимаем вторую планку которая вот равняется 6 петлям получаем 8 и 8 петель я делю на две полочки и у меня получается одна полочка равна четырем петлям и 2 полочка равна четырем петлям то есть вот по этому принципу вы можете разделить ваше количество петель если вы набирали изначально другое количество этих петель и вот здесь на данном участке согласно вот схеме я развесила маркеры желтыми маркерами здесь вот по краям я отметила петли полочки то есть около желтых маркеров петли я прибавлять не буду а розовыми маркерами я отметила как раз таки наши регланной линии около каждой регланной линии мы сейчас будем делать прибавление петель поэтому сейчас мы приступаем к вязанию первого ряда где мы сейчас начинаем вывязывать наш реглан но в начале мы провяжем сейчас петли первой планки и сформируем первое отверстие для пуговицы первую петлю я снимаю далее провязываю вот одну петлю лицевую вторую петлю лицевую на правой спице у меня расположено 3 петельки дальше я делаю накид набросив рабочую нить на правую спицу от себя после чего следующих две петли я должна провязать сейчас две петли вместе лицевой вот петли 2 петли я провязываю вместе так и плюс еще одна петля лицевая это я провязала петли планки желтый маркер перебрасываю на правую спицу далее провязываю 4 петли это петли полочки до розового маркера перед розовым маркером мы делаем накид набрасываем рабочую нить на правую спицу от себя далее розовый маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и вот у нас идут 4 петли регланной линии 4 петли регланной линии лицевом ряду мы будем провязывать следующим образом первых две петли мы сейчас должны с вами перекрестить наклоном в правую сторону поэтому сейчас перед работой на правую спицу я подхватываю вторую петельку аккуратно 2 петли снимаю с левой спицы и на левую спицу за работой я подхватываю обратно первую петлю то есть вот первая и вторая петля петли мы меняем местами дальше петлю с правой спицы я возвращаю обратно на левую спицу и далее провязываю две петли этих лицевыми петлями то есть вот первое перекрещивание мы сделали в правую сторону и дальше идут следующих две петли их мы также должны сейчас с вами перекрестить с наклоном в левую сторону поэтому на правую спицу за работой я подхватываю вторую петельку две петли аккуратно снимаю с левой спицы и на левую спицу сейчас перед работой я возвращаю обратно первую петлю то есть вот две петли мы меняем местами петлю с правой спицы я возвращаю обратно на левую спицу и дальше провязываю одну петлю лицевую и вторая петля лицевая вот наш маркер я сейчас перебрасываю на правую спицу и после второго розового маркера я также должна сделать накид то есть сделать прибавку после чего провязываю лицевыми петлями петли рукава до следующей регланной линии то есть до розового маркера перед розовым маркером мы снова делаем накид маркер перебрасываем на правую спицу и вот идут 4 петли регланной линии первых две петли мы должны перекрестить с наклоном в правую сторону то есть вот мы петли так как я это показывала меняем местами то есть вот наша вторая петля перед работой должна вот смотреть в правую сторону то есть по лицевой стороне правую сторону у нее идет наклон и теперь я провязываю одну петлю лицевую и вторую петлю лицевую следующих две петли на меня и местами с наклоном в левую сторону то есть вот за работой подхватываю на правую спицу вторую петельку две петли я сейчас меняю местами поменяла две петли местами вот наша петля смотрит в левую сторону перед работы поверх лицевой стороны полотна и и дальше я провязываю одну петлю лицевую вторую петлю лицевую маркер перебрасываю сейчас на правую спицу и сразу снова делаю накид после чего провязываю лицевыми петлями петли спинки до следующей регланной линии и вот здесь у нас еще останется двери главных линии мы их должны будем сейчас провязать самостоятельно то есть прибавляем петлю с помощью накида получается перед первым маркером после 2 здесь также перед первым маркером после 2 4 регланных петли мы перекрещиваем первых две петли с наклоном в правую сторону и вторых две петли мы перекрещиваем с наклоном в левую сторону так сейчас мы должны довязать до конца первый ряд с лицевой стороны и так вот я провязала тот участок где у нас шли регланные линии как я говорила около желтого маркера желтый маркер в моем случае обозначает петли планки здесь никаких прибавок мы не делаем просто в тот момент когда мы довязали до маркера этот маркер мы перебрасываем на правую спицу после чего лицевыми петлями провязываем петли нашей планки в конце ряда кромочную петлю провязываю изнаночной и это мы провязали вместе с вами первый ряд с лицевой стороны вязание я разворачиваю сейчас на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую петлю снимаю далее у меня идут петли планки петли планки мы всегда будем вязать лицевыми петлями и в лицевом и в изнаночном ряду поэтому провязываю вот лицевые петли до желтого маркера желтый маркер перебрасываю на правую спицу и дальше в изнаночном ряду вот здесь скажем так тот участок от желтого маркера до вот нашего желтого маркера мы будем провязывать сейчас все петли изнаночными в изнаночном ряду то есть вот наш накид за длинную переднюю стенку накид я также провязываю изнаночной петлей вот розовый маркер перебрасываю на правую спицу далее провязываю изнаночными петлями 4 регланных петельки и вот идет следующий накид за длинную переднюю стенку этот накид я провязываю изнаночной петлей таким образом провяжите этот ряд до конца то есть до желтого маркера мы сейчас вяжем все петли изнаночные то есть до нашей планки вот здесь в конце ряда вот я довязываю ряд с изнаночной стороны до конца желтый маркера я перебрасываю на правую спицу и вот идет планка в конце изнаночного ряда петли здесь я буду всегда провязывать лицевыми поэтому лицевая петля лицевая вот идет наше отверстие которое мы формировали для пуговицы накид мы провязываем за длинную стенку лицевой петлей так чтобы у нас образовалась дырочка лицевая петля лицевая кромочную провязываю изнаночной петлей и вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону фактически вот два ряда которые мы сейчас с вами провязали и будут являются как таковым рапортом вязание вот как раз таки нашей верхней части жилетки то есть получается в каждом лицевом ряду в начале мы провязываем петли планки лицевыми петлями так дальше мы провязываем в лицевом ряду петли полочки лицевыми петлями до первого ну вот в моем случае розового маркера перед розовым маркером мы делаем накид маркер перебрасываем на правую спицу из следующих вот две петли мы перекрещиваем с наклоном в правую сторону то есть вот две петли я меняю местами и дальше провязываю вот одну лицевую петлю и вот идет вторая лицевая петля все петли мы всегда провязываем за правую стенку каждый из этих петель в данном случае правая стенка расположена за работой следующих две петли мы меняем местами или делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону за работой на правую спицу подхватываю вторую петельку вот две петли я меняю местами после чего провязываю вот одну петлю лицевую вторую петлю лицевую маркер перебрасываю на правую спицу делаю накид после чего провязываю лицевыми петлями петли рукава до следующей регланной линии когда мы довязали до следующей регланной линии то есть перед первым маркером мы делаем накид маркер перебрасываем на правую спицу и первых две петли в лицевом ряду мы перекрещиваем с наклоном в правую сторону после чего две этих петли мы провязываем лицевыми петлями и вот еще две петли регланной линии мы меняем местами или делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону после чего две этих петли провязываем лицевыми петлями маркер перебрасываю на правую спицу делаю накид после чего провязываю а лицевыми петлями петли спинки то есть вот таким образом мы сейчас должны довязать до конца ряд с лицевой стороны то есть около каждой регланной линии то есть до и после регланной линии мы делаем прибавку одной петельки когда мы будем вязать вот любой получается ряд с изнаночной стороны петли планки с одной из другой стороны мы провязываем лицевыми петлями а петли вот здесь все остальные то есть полочка рукав спинка и петли регланных линий мы провязываем все петли изнаночными накиды как я показывала мы провязываем вот здесь около каждой регланной линии изнаночной петлей за длинную стенку так чтобы у нас с вами вот здесь образовывались дырочки таким образом мы сейчас должны самостоятельно вывязать всю необходимую длину этих регланных линий не забывая про отверстие которые мы будем формировать для пуговиц здесь эти пуговицы можно сделать так чтобы они более часто были или наоборот скажем так более редко то здесь уже вы смотрите отверстие от 1 до 2 пуговицы просто визуально как вот вам кажется чтобы было это расстояние достаточным дальше просто от 2 до 3 пуговицы мы уже будем подсчитывать вот именно ряды согласно расстоянию которые мы оставили вот между 1 и 2 пуговицей сейчас я самостоятельно провяжу необходимый участок регланной линии подключусь измерю провязанный участок сантиметрах посчитаю сколько это у меня получилось в провязанных рядах сколько получилось в петлях и на каком расстоянии я решила делать отверстие для пуговиц и так смотрите на жилетки я сейчас вывязала всю необходимую длину регланной линии и здесь я сейчас сделала прибавление ну вот эти прибавления можно пересчитать повод отверстием которые у нас идут около регланной линии и здесь я провязала получается 15 прибавок с учетом того что мы провязывали еще изнаночный ряд поэтому от вот этой горловины длина у меня провязана всего 30 рядов это что касается в провязанных рядах ну и давайте здесь я попробую вам измерить длину этой регланной линии и это длина ну вот смотрите у меня сейчас равна то есть от спицы до горловины 12 сантиметров и теперь что касается количество петель которые у меня расположены на спицах здесь смотрите у меня по-прежнему идут 6 петель это петли планки дальше с учетом сделанных прибавок вот здесь на полочке у меня расположена 19 петель регланной линии у нас остаются неизменными они у нас состоят из четырех петелек на рукаве с учетом сделанных прибавок у меня сейчас расположена 38 петель и по спинке с учетом сделанных прибавок у меня расположена 46 петель теперь я буду скажем так отделять рукава и соединять наше вязание в цельное полотно где мы будем вывязывать тело нашей жилетки то есть полочка спинка и вторая полочка но для начала мы должны оформить рукава что касается отверстий для пуговиц то есть вот мы первое отверстие сформировали с вами вместе и второе отверстие вот она у меня идет я делала через 11 провязанных платочных дорожек и здесь сейчас вязание я держу лицевой стороной вверх и я должна сейчас провязать вот получается с лицевой стороны вот петли планки лицевыми петлями маркер перебрасываю на правую спицу после чего провязываю лицевыми петлями петли полочки то есть до рукава или вот в моем случае до 1 регланной линии вот лицевая петля то есть я довязала до 1 розового маркера в моем случае маркер мы убираем регланной линии у нас состоит из 4 петель поэтому две петли мы сейчас отдадим на полочку и две петли мы отдадим на рукав поэтому сейчас я провязываю еще две петли лицевых это будут идти петли полочки вот сейчас давайте еще для наглядности розовый маркер я повешу так чтобы мы видели визуальное скажем так разделение полочки и вот петель рукава дальше провязываю получается петли рукава то есть две петли это у нас идут петли еще регланной линии которые мы отдаем на рукава маркер убираю и после чего провязываю сейчас снова все петли лицевые это петли рукава получается до следующей регланной линии вот я завязываю до следующей регланной линии 1 розовый маркер я убираю и вот идут 4 петли регланной линии здесь от 2 этой линии я также две петли провяжу на рукав поэтому одна петля лицевая и вот здесь эту последнюю петлю вот рукава я провязываю изнаночной так давайте две петли этих я пересниму для того просто чтобы убрать маркер он нам здесь больше не нужен то здесь у нас будут дальше идти петли спинки сейчас мы будем формировать только рукав поэтому вот последнюю петлю рукава я провязала вязание я разворачиваю сейчас на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую петлю я снимаю после чего провязываю все петли лицевые до вот нашего маркера то есть это та граница где мы разделили петли рукава и петли полочки и вот здесь мы сейчас провязываем только петли рукава с изнаночной стороны и все эти петли мы провязываем лицевыми так как обвязку на рукаве я буду делать платочной вязкой то есть сейчас мы должны провязать небольшой участок полотна платочной вязкой то есть все петли я сейчас буду провязывать лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду то есть вот лицевая лицевая я довязала до розового маркер ну здесь сейчас точно этот маркер мы можем убрать единственную петлю я сейчас верну обратно для того чтобы ее провязать изнаночной то есть это сейчас идет кромочная петля края вязание я снова разворачиваю сейчас на лицевую сторону и с лицевой стороны первую петлю снимаю далее провязываю лицевыми петлями то есть только получается петли рукава то есть вот до этой границы таким образом мы сейчас вяжем только вот этот участок первого рукава все петли вяжем лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду и так смотрите вот я провязала обвязку на рукаве платочной вязкой и здесь у меня провязан участок платочной вязки 4 платочных дорожки или это равняется 8 провязанным рядам здесь на рукаве вот у меня всего расположена 42 петли теперь этих 42 петли рукава мы будем закрывать для того чтобы край который мы сейчас будем закрывать этот край у нас для того чтобы был эластичный закрытие петель я буду делать с помощью накидов поэтому первую петлю снимаю дальше делаю накид после чего провязываю одну петлю лицевую дальше накид который я делала вот этот накид я подхватываю протягиваю и спускаю через только что провязанную петельку и петлю первую протягиваю и спускаю через только что провязанную лицевую петлю опять смотрите одна петля расположена на правой спице я делаю накид после чего провязываю одну петлю лицевую дальше накид подхватываю протягиваю и спускаю и петлю которая была на спице я эту петлю протягиваю и спускаю через петельку которую я только что провязала и опять одна петля на спице накид 1 петля лицевая накид протягиваю и спускаю и петлю протягиваю и спускаю накид 1 петля лицевая накид протягиваю и спускаю и петлю протягиваю и спускаю Так, я сейчас буду закрывать все петли края, то есть мы сейчас закрываем только петли рукава, в моем случае 42 петли вязания, вот видите, я держу лицевой стороной вверх. Смотрите, в конце ряда, вот я закрыла все петли, и у меня осталось 2 петли, то есть петля на правой спице, я делаю накид, последнюю петлю провязываю лицевой, накид протянула и спустила, и саму петлю, которая была на правой спице, протянула и спустила. В конце осталась последняя петля, эту петлю я сейчас вытаскиваю подлиннее, теперь мы с вами должны взять крючок и сразу нить не обрывая, мы сейчас сошьем или свяжем с помощью крючка два края рукава, поэтому рукав я складываю вот нашей лицевой стороной вовнутрь, наружу у нас идет изнаночная сторона. Так, вот наших два края, беру крючок, вот здесь наша петля в кромочный противоположный край, вот в верхушечку за кромочные петли я вставляю крючок, захватываю нашу вот эту последнюю петлю и вытаскиваю. Так, ниточку беру, эту нить я сейчас хорошенечко здесь вот подтягиваю, так два края рукава, я ровно складываю между собой, и теперь за кромочные петли края одного и второго я вставляю крючок сначала в один край, затем во второй край за кромочные петли, захватываю петлю крючком и вынимаю. 2 петли на крючке я провязываю вместе и опять сразу же в следующую кромочную петлю, вставляю крючок в один и дальше во второй край полотна, захватываю нить, вынимаю петлю, 2 петли на крючке я провязываю вместе, следующая кромочная петля, так, еще раз, так, и последний раз вот здесь, около наших спиц, вставляю крючок, 2 петли провязываю вместе, так, и нашу последнюю, вот эту петлю, которая располагается на крючке, нить, вот мы оставляем по изнаночной стороне, и петлю переснимаю, получается, на левую спицу, то есть вот изнаночная сторона, теперь мы берем наше вязание и выворачиваем на лицевую сторону, то есть вот мы с вами сформировали первый рукав, так, вот идет наша ниточка, последняя петелька, так, и вот здесь сейчас, чтобы не образовывалась дырочка, я сейчас эту протяжку подниму на левую спицу, и поднятую протяжку я сейчас провяжу, вот как скрещенную лицевую петлю, так, и дальше продолжаю вязать лицевыми петлями петли спинки до следующего рукава, сейчас точно так же мы с вами будем формировать следующий второй рукав, то есть вот у нас идет наш первый оформленный полностью рукав, то есть сейчас мы вяжем лицевые петли до нашей регланной линии, то есть это идет спинка, вот лицевая петля, лицевая, довязала я до регланной линии, маркер убираю, две петли я провязываю лицевых от регланной линии, это будут идти петли спинки, дальше две петли я сниму, для того, чтобы убрать маркер, две петли возвращаю обратно, то есть две петли от нашей регланной линии следующих мы отдаем на рукав, для наглядности также мы сейчас на эту границу повесим маркер, то есть так, чтобы отделить петли спинки от рукава, после чего я сейчас лицевыми петлями провязываю петли рукава с лицевой стороны до следующей регланной линии, вот идет лицевая, лицевая, я довязала до регланной линии, маркер убираю, далее две петли регланной линии я провязываю вот в наш рукав, единственное, вторую эту петлю я провязываю изнаночной, то есть это будет идти последняя кромочная петля края, также две петли я сейчас сниму для того, чтобы убрать маркер, две петли возвращаю обратно, это будут идти петли полочки, то есть здесь последнюю петлю я провязала сейчас изнаночной, вязание снова разворачиваю на изнаночную сторону, и теперь мы снова будем вязать только петли рукава, в моем случае у меня здесь вот сейчас расположено 42 петли, и опять петли мы вяжем лицевыми до конца ряда, конец ряда вот здесь у нас отмечен маркером, последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной, после чего вязание переверну на лицевую сторону, и с лицевой стороны снова буду провязывать все петли лицевыми, таким образом на втором рукаве я сделаю эту обвязку, также 4 платочных дорожки, ну или всего провяжу, получается 8 рядов, и так на втором рукаве я также провязала обвязку 4 платочных дорожки, вязание я держу лицевой стороной вверх, и теперь я буду закрывать также петли края с помощью накидов, еще раз, первую петлю снимаю, делаю накид, провязываю одну петлю лицевую, накид, протягиваю и спускаю, и петлю протягиваю и спускаю, через только что провязанную лицевую петлю, 1 петля на правой спице, накид, 1 петля лицевая, накид, протягиваю и спускаю, и петлю протягиваю и спускаю, через только что провязанную лицевую петельку, так мы сейчас должны закрыть все петли на нашем рукаве, и так вот я закрыла все петли на рукаве, последнюю петлю вытаскиваю по длине и спицы откладываю далее беру два края рукава складываю между собой изнаночной стороной наружу беру крючок и вот сюда в край нашего рукава вот здесь я вставляю сейчас крючок захватываю последнюю петельку и эту петлю вот я вытаскиваю то есть еще раз два края ровно вот складываю между собой и вот за кромочные петли края я вставляю крючок за два края вынимаю петельку 2 петли провязываю вместе то есть точно так же как мы с вами делали и на первом рукаве то есть соединяем два края рукава между собой так и вот здесь последний раз сейчас так последнюю петлю я сейчас переснимаю вот на левую спицу вязание разворачиваю лицевой стороной наружу и вот у нас осталось довязать только вот здесь петли полочки так давайте здесь также поднимем сейчас одну петлю из вот этой протяжки и эту поднятую протяжку я сейчас провяжу как скрещенную лицевую петлю так после чего провязываю лицевыми петлями петли полочки 2 далее провяжу сейчас лицевыми петлями вот здесь петли планки и вот мы с вами скажем так отделили рукава и сформировали их и соединили наше вязание скажем так в цельное полотно и дальше мы будем вывязывать скажем так длину нашей жилетки сейчас смотрите нам нужно пересчитать все петли но пересчитываем мы только петли вот здесь если я вязание сейчас разверну то есть от маркера желтого до маркера то есть все петли без планок и так смотрите я пересчитала все свои петли и у меня сейчас как я говорила от маркера до маркера вот я пересчитала 96 петель плюс с одной стороны 6 петель у меня идут петли планки и с другой стороны эти петли мы здесь не учитываем теперь раппорт узора который мы с вами будем вязать на нашей жилетке у нас будет равен трем петлям плюс одна петля для симметрии узора поэтому я беру 96 петель плюс одна петля симметрии которые у нас сейчас расположены на спицах то есть это тот участок где мы будем вязать основной именно узор от планки до планки делим на количество петель вот в одном раппорте это получается 32 то есть целое четное число то есть без остатка но нам нужно еще получается сейчас прибавить одну петлю симметрии поэтому 96 петель плюс одна петля симметрии если у вас получается нечетное число то вы прибавляете то количество петель так чтобы ну во первых у нас было для наших вот этих раппортов целое четное число плюс не забываем одну петлю для симметрии узора я все-таки с учетом того что здесь раппорт у нас равен всего лишь трем петлям рекомендую если что лучше петли добавить там одну две или три нежели их наоборот сокращать поэтому сейчас при провязывании ряда с изнаночной стороны по вот нашим расчетам я сейчас прибавлю всего лишь одну петлю здесь смотрите я сейчас когда петли подсчитывала у нас получились вот здесь такие протяжки то есть так как мы одну петлю подняли после того как соединили край и здесь у нас протяжка с другой стороны здесь точно также вот здесь с этой стороны поэтому здесь вот как раз таки я сейчас прибавлю одну петлю из вот этой протяжки так чтобы здесь не образовывалась дырочка и как я буду провязывать здесь эту протяжку так чтобы петлю нам не прибавлять я также вам сейчас покажу поэтому вязание я сейчас разворачиваю получается на изнаночную сторону и сейчас перед тем как приступать к вязанию узора на теле нашей жилетки я также сделаю обвязку платочной вязкой как и на рукаве поэтому с изнаночной стороны первую петлю снимаю далее провязываю лицевыми петлями петли вот нашей планки маркер перебрасываю на правую спицу и сейчас все петли мы будем провязывать как я сказала лицевыми так как мы сейчас с вами делаем обвязку платочной вязкой то есть сейчас в районе вот подреза я должна буду прибавить по моим расчетам одну петельку если вам нужно прибавить большее количество петель также рекомендую сделать это вот как раз таки в этом месте подмышкой скажем так в районе подреза то есть вот лицевая лицевая вот у нас идет это большое расстояние я поднимаю протяжку вот одеваю эту протяжку сейчас на левую спицу и вот за короткую в моем случае заднюю стенку поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей после чего я сейчас провязываю все остальные петли лицевыми до следующего подреза в районе вот нашего рукава и так вот где у нас идет второй рукав я довязала до вот этого расстояния где у нас идет большая дырочка значит одну петлю я эту сниму перед дырочкой поднимаю протяжку вот здесь петлю возвращаю вот обратно после чего вот протяжку и петлю за переднюю короткую стенку я провяжу лицевой петлю и хорошенечко здесь все подтягиваем и дальше продолжаю вязать этот ряд провязывая все петли лицевые то есть видите у нас с лицевой стороны уже получилось 1 провязанная платочная дорожка всего я сейчас провяжу эту обвязку платочной вязкой то есть поворотными рядами буду вязать все петли лицевые ну пусть будет 3 платочных дорожки можно провязать 4 платочных дорожки здесь уже на ваше усмотрение я наверное сделаю обвязку 3 платочных дорожки ну или соответственно 6 провязанных рядов это с изнаночной стороны мы с вами вяжем считается вот второй ряд и получаем первую платочную дорожку и так смотрите я провязала обвязку по всему телу нашей жилетки вот 3 платочных дорожки вязание я сейчас вот держу лицевой стороной вверх и перед тем как приступать к вязанию узора я провяжу сейчас два установочных ряда значит с лицевой стороны я сейчас провяжу этот ряд до конца провязывая все петли лицевые то есть и петли планки и петли там где у нас идет тело нашей жилетки я все эти петли сейчас провяжу лицевыми это будет считаться первый подготовительный ряд и так вот я довязала до конца ряд с лицевой стороны провязывая все петли лицевыми вязание я сейчас разворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны я провязываю второй подготовительный ряд 1 кромочную петлю я снимаю далее петли планки я провязываю лицевыми петлями до желтого маркера маркер перебрасываю на правую спицу и дальше все петли вот здесь до желтого маркера в конце изнаночного ряда я сейчас должна провязать изнаночными в конце ряда последних 6 петель планки мы продолжаем вот провязывать лицевыми петлями таким образом сейчас самостоятельно довяжите до конца 2 изнаночный подготовительный ряд и так вот я довязала ряд с изнаночной стороны до конца и вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону то есть вот видите после трех вот здесь платочных дорожек обвязки у меня провязана ну вот получается как бы два ряда лицевой глади и теперь мы с вами сразу будем приступать к вязанию основного узора то есть петли планки вот здесь и с одной из другой стороны мы по-прежнему провязываем лицевыми петлями то есть вот и с лицевой и с изнаночной стороны маркер перебрасываю на правую спицу и дальше начинается рапорт нашего узора одну петлю я провязываю лицевой далее делаю накид на себя набрасываю рабочую нить на правую спицу после чего следующих 2 петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей это я провязала один вот раппорт узора в ширину дальше этот рапорт я буду повторять провязываю одну петлю лицевую делаю накид после чего провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку петель 1 петля лицевая накид 2 петли провязываю вместе лицевой петлей еще раз лицевая петля накид и две петли провязываю вместе лицевой петлей так я сейчас довяжу до конца 1 лицевой ряд вот до маркера в конце ряда вот я провязываю одну петлю лицевую далее делаю накид 2 петли провязываю вместе лицевой петлей остается одна петля симметрии и эту петельку я провязываю лицевой маркер перебрасываю на правую спицу после чего провязываю лицевыми петлями петли планки кромочную провязываю изнаночной и вязание я сейчас разворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаем к вязанию 2 изнаночного ряда кромочную петлю снимаю далее провязываю петли лицевые это петли планки и сейчас мы приступаем вот к вязанию второго ряда основного узора и сейчас сразу после маркера с изнаночной стороны я делаю накид дальше следующих две петли я провязываю две петли вместе лицевой петлей а за заднюю стенку и накид мы провязываем лицевой петлю и также за заднюю длинную стенку так чтобы образовалась дырочка то есть вот три петли которые мы провязали и являются рапортом нашего узора в ширину во втором изнаночном ряду еще раз делаю накид провязываю две петли вместе лицевой петлей далее 1 петля лицевая то есть одна лицевая петля это как раз таки получается вот из накида который мы делали в предыдущем ряду еще раз накид 2 петли вместе лицевой петлей 1 петля лицевая накид 2 петли вместе лицевой петлей и вот из накида которые мы делали предыдущем ряду мы провязываем одну петлю лицевую накид 2 петли вместе лицевой петлей 1 петля лицевая так мы сейчас вяжем до конца 2 изнаночный ряд в конце изнаночного ряда вот я делаю накид провязываю две петли вместе лицевой петлей 1 петля лицевая и остается одна последняя петелька во втором изнаночном ряду в конце ряда эту петлю симметрия я буду провязывать изнаночной петлей маркер перебрасываю сейчас на правую спицу после чего провязываю лицевыми петлями петли планки и смотрите мы с вами сейчас провязали два ряда 2 провязанных ряда сейчас и будут являться аэропортом нашего узора в высоту то есть дальше наше вязание я буду снова повторять вот как раз таки с первого лицевого ряда то есть кромочную первую петельку я снимаю далее провязываю лицевыми петлями петли планки не забываем про отверстие которые мы должны с вами формировать ну третье отверстие мне еще рано формировать маркер вот я перебросила на правую спицу и дальше приступаем к вязанию первого ряда уже получается 2 рапорта и здесь я провязываю одну петлю лицевую делаю накид после чего за заднюю стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петелькой и опять вот одна петля лицевая то есть из накида которые мы делали в предыдущем роду делаю накид после чего провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и опять из накида который мы делали в предыдущем ряду за заднюю длинную стенку я провязываю одну петлю лицевую делаю накид на себя набрасываю рабочую нить на правую спицу после чего провязываю 2 петли вместе лицевой петлей лицевая накид 2 петли провязываю вместе лицевой петлей таким образом повторяя два ряда которые мы с вами сейчас вместе провязали мы должны вывязать всю необходимую длину жилетки до нижней планки где мы также будем делать внизу обвязку платочной вязкой сейчас самостоятельно я вывяжу эту долину повторяя вот как раз таки раппорт узора который равен двум рядам далее подключусь измерю провязанный участок в сантиметрах и вместе с вами мы закончим вязать жилетку то есть сделаем обвязку и закроем петли края и так смотрите я провязала сейчас необходимую мне высоту жилетки до нижней обвязки сейчас с учетом спиц не очень удобно измерить эту вот общую провязанную длину примерно получается где-то около 30 сантиметров общая длина жилетки до нижней планки вот таким образом сейчас смотрится узор который мы с вами вязали и вот я формировала отверстие для пуговиц у меня здесь на жилетке будут идти четыре отверстия для пуговиц больше внизу я отверстие делать не буду то есть мне этой длины достаточно при необходимости вы можете провязать ту длину которая вам необходимо и в тот момент когда мы получили общую необходимую длину сейчас я буду сразу приступать делать нижнюю обвязку то есть петли нашей первой планки я сейчас провязываю лицевыми с учетом того что нижнюю обвязку я также буду делать платочной вязкой поэтому маркер мы можем уже убрать и сейчас там где мы вязали узор мы сейчас также вот будем провязывать все петли лицевые и эти петли мы сейчас будем вязать лицевые и в лицевом и в изнаночном ряду то есть сейчас я провяжу обвязку нижнюю платочной вязкой далее подключусь и скажу сколько это у меня получилось в провязанных рядах и так нижнюю обвязку платочной вязкой я сейчас вот провязала 5 платочных дорожек или это равняется 10 провязанным рядом и теперь держа жилетку лицевой стороной вверх я буду закрывать петли края закрывать петли края я буду точно так же как я закрывала эти петли и на рукаве с помощью накидов первую петлю снимаю делаю накид следующую по порядку петлю провязываю лицевой дальше накид вот подхватываю протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петельку и первую петлю также протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петлю опять одна петля на правой спице накид 1 петля лицевая накид протягиваю и спускаю и петлю протягиваю и спускаю то есть точно так же как и на рукаве мы до конца сейчас должны закрыть все петли этого края и так вот я закрыла все петли края в конце вот у меня осталась одна последняя петелька и и я вытащила эту последнюю петлю подлиннее ниточку от моточка я обрезала после чего в эту нашу последнюю петлю вовнутрь я продеваю кончик нити который я обрезала от моточка и аккуратно ниточку здесь я эту затягиваю все теперь нам осталось только спрятать кончики которые у нас есть по изнаночной стороне дальше жилетку я пойду постираю после стирки полотно станет более ровные и аккуратные и пришью пуговицы так теперь давайте наверное измерим общую длину жилетки до стирки и в начале видео я вам измерю общую длину жилетки после стирки для того чтобы вы могли сравнить изменился ли этот размер так смотрите и длина жилетки у меня сейчас получается равна 32 сантиметрам поэтому друзья я пошла жилеточку стирать в начале видео вы уже посмотрели как она смотрится после стирки и вот такая красота у нас в итоге с вами получилось надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока у